Следственным комитетом завершено расследование по уголовному делу в отношении гражданина России Александра Разумова. Он обвиняется в наемничестве. По данным следствия, весной 2014 года Разумов выехал на Украину, где прошел боевую и идеологическую подготовку в лагере правого сектора. Но когда вернулся в Россию, занялся вербовкой в ряды этой экстремистской организации, кстати, запрещенной в России. Ну и, решив практиковаться в полученных навыках, он предложил двум своим знакомым полицейским за вознаграждение пополнить ряды правого сектора, ну а затем на его же стороне принять участие в вооруженном конфликте в Донбассе. Сотрудники полиции незамедлительно передали информацию нам в Следственный комитет, и Разумов моментально был задержан. Очевидно, обвиняемый переоценил свои способности к убеждению, но и недооценил, в свою очередь, морально-нравственные качества наших полицейских, наивно, наверное, предполагая, что они могут согласиться воевать против мирного населения, и тем более под знаменами правого сектора. Кстати, надо сказать, что в российской армии Разумов так и не послужил, будучи по здоровью ограниченно годным. Но, тем не менее, вступил в украинскую националистическую организацию. Я могу себе только представить, какие там бойцы служат, если с легкостью принимают добровольцев, забракованных в России. Ну а идеи, которыми они прикрываются, это тоже все настолько сомнительно, потому что во время агитации среди тех же полицейских он в первую очередь обещал именно материальное вознаграждение. Поэтому предательство, под каким бы лозунгами оно ни совершалось, всегда было и остается предательством. И за это нужно будет отвечать, причем по российским законам.